Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать легенду о Гермафродите, показать картины, ну и вообще в чем там дело. Вот Гермафродит, юноша неземной красоты, доставшийся ему от родителей Гермеса и Афродит. Имя, как можно догадаться, ему также досталось от отца и от матери. Вот что говорится о легенде. Однажды родные края ему стали скучны и он отправился в путешествие по рекам и лугам. В окрестностях Карии находилось озеро, воды которого были чистыми до самого дна. Там жила нимфа Салмакида, которая отличалась от своих подруг. Любила она нежиться возле озера, прихорашиваться, собирать цветы, всячески наслаждаться жизнью, а вот труды суровой охоты тигарически избегала. Именно сюда изобрел странствующий Гермафродит. Именно к этому прекрасному озеру подошел юноша. Именно там Гермафродит повстречал Салмакиду. Ну и, конечно, эта встреча стала роковым поворотом его судьбы. Миф о ней изложил о виде в метаморфозах. Девушка обладала чарующей внешностью, считающей в ней неистребимой лень. Другие нимфы, вооружаясь копьями и луками, увеселяли тебя охоты. Салмакида превыше всего ценила нерушимый покой, купаться в источнике, расчесать роскошные волосы, убирать голову цветами, любуюсь собой в зеркале вод. Других занятий она не желала. Ну и, конечно, наперебой укоряли ее подруги. По что во праздности свою ты молодость губишь? Но она не реагировала на это. Согласно позднейшей традиции, источник Галикарнаси, где это произошло, способствовал из нервности тех, кто из него пьет. Нимфу одолела неудержимая страсть. Сладкими речами она стала прельщать Гермафродита. Но парень был молод, не издала себе, что такое любовь и взаимности, в общем, ответить не мог. Оттолкнул он Макиду и пригрозил, что уйдет, если та не умерит свой пыл. Но Макида отступила и уже вроде как бы отказалась от своих мыслей. Но юноша разделся, стал плавать в озере и страстью к юной его наготе она вновь запылала и разгорелись очи у нимфы. Не выдержала и вслед за ним бросилась в воду. Стала его обнимать, целовать, молить богов, чтоб те соединили их наверх. Стали не двое они в отдельности, двое в единстве. То ли жена, то ли муж, не скажешь ни то, ни другое. И боги исполнили ее мольбу. Тогда Гермафродит обратился к Гермесу и Афродите. Вы просьбу исполните сыну, у моего родителей мать, чье имя ношу обоюдно. Пусть кто в этот родник войдет мужчиной, отсюда выйдет уже полумуж и сомлеет к воде, прикоснувшись. С тех пор этот водоем имеет, несложно догадаться, вот такое магическое свойство. А организмы, обладающие признаками мужского и женского пола, и по сей день называют Гермафродитами. Ну и в заключение немножко прочитаю в переводе Шервинского об этом деле, о виде метаморфоза. Вот, не замерили, пленен ласкающий хвост теплотою. Снежного тела своего мягкую сбросил одежду. Остолбенела тогда Салмакида, страстью пылая. Кьюн на его ноготье разгорелись очи в ней. Солнце подобно, когда окружностью чисто сияет. Лик отражает оно поверхности зеркала глаз. Дольше не в силах терпеть, через силу медлит с блаженством. Жаждет объятья его, обезумев, сдержаться не может. Он же, под тело себя ударив ладонями, быстро в лоно бросается. Вот, и руками гребет очередно. Виден в прозрачных струях, изваянием из кости, как будто скрытая гладким стеклом или белая лилия зрится. Я победил, он мой, закричала, наяда и сбросив. С плеча деяния свои в середину кидается в лаги. Силою держит его и срывает в борьбе поцелуи. Под руки снизу берет, самовольно касается к груди. Плотный и эдак и так, прижимаясь к плавцу на ладону. Сопротивляется он и вырваться хочет, но нимфой он уж обвит, как змеей, которую царственной птице к высему носят крыло. Свисая, змея оплетает. Шею и лапы, хвостом обвив распростертые крылья. Так плющ по древесным стволам убивается стройным. Так в морской глубине осьминог, врага захвативший, держит его, протянув отовсюду. Чупалец спуты. Правдок атлантов меж тем упирается, нимфи не хочет радости и чаем их дать. Та льня всем телом прижалась, словно впилась, говоря, бессовестный, как ни борис ты, не убежишь от меня. Прикажите же, вышние боги, и расставаться весь век мне с ним, ибо уж со мной. Боги ее услыхали мольбу, смешавших обоих соединение с тела, и лицо у них стало едино. Ну, так пишет в метаворфозах о виде, переводе Шервинского. Ну, наверное, вот и все, что я нашел о гермафродите в интернете немножко. И книге «Путеводитель в мире живописи» автор Сара Кар Гоум. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Сегодня мы узнали немножко о гермафродите. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok